Сегодня у нас вебинар, который рассказывает и зовет на курс по искусственному интеллекту, который у нас будет в конце месяца. У нас один уже курс такой был, и у нас будет сиквел. Вот такой хороший сиквел. Мне кажется, как «Терминатор 1» и «Терминатор 2». То есть первый был отличный, а второй еще лучше. Были разные комментарии, связанные с какими-то, ну скажем так, пожеланиями по тому, что добавить, как это лучше использовать. Мне кажется, мы все учли, я об этом скажу. И в целом в этом году 400 миллиардов тратится на искусственный интеллект. Нам кажется, что эта вещь уже давно клевая, она давно используется, стала эффективной и повседневной. Об этом много будет говорить Рудольф сегодня на курсе. Но она не достигла своего пика, поэтому у нас всех есть возможность оседлать этого замечательного, не знаю, своего персонажа. Научиться с ним работать, сделать себя успешнее, эффективнее лично, свою команду, свою компанию. Нам кажется, что это очень правильно. Как вы знаете, кто-то из вас знает, кто-то нет, что ферма – это школа стратегических коммуникаций. Поэтому несколько вещей про наш курс в целом. Поэтому мы, Рудольф в частности, рассматриваем искусственный интеллект и все инструменты по всему пути работы маркетолога. Поэтому мы говорим про виртуального маркетолога, от анализа рынка, проведения каждого ресерча, заканчивая креативом. Нам кажется, мы принципиально не занимаемся какими-то подделками, игрушками. Все уже наигрались, показываем, кстати, работу профессионально на всех этапах. Второй момент – мы концентрируемся на наиболее свежих, ну, потому что все меняется очень быстро, на наиболее свежих, эффективных новинках, которые появились. Там есть акценты, которые мы сделали, например, с видеоформатами. А также есть уникальные и индивидуальные новинки, лайфхаки от Рудольф, которые он будет рассказывать, делиться сокровенными. Это очень ценно, как нам кажется, потому что это тоже все является проработанными и, в хорошем смысле, вымученными вещами, придуманными и использованными на регулярной работе. И третий момент важный нам кажется, что когда у нас люди учатся, и вроде все понятно, есть рядом преподаватели, кураторы, когда курс заканчивается, людям немножко тяжело. Поэтому в этот раз мы собрали такой вот, назвали его бонус-трек, информация, куда заходить, чего делать, как все заводить, как платить. Отдельное спасибо Рудольфу за это. И плюс наш чат для тех, кто останется на курсе, будет функционировать какое-то время, и у вас будет возможность задавать вопросы. По прошлому разу примерно месяц активно жило, все задавали вопросы, ой, а как, чего, куда все делать, мы на это отвечаем, и это, нам кажется, большой вопрос. Сегодня мы расскажем об одной теме, наверное, лучше о ней скажет Рудольф. Мне кажется, она супер-клевая, мы вот всем, кому ее в нашей какой-то работе профессиональной показываем, рассказываем, нам всех вызывает живой интерес. Супер-клупо. В конце, наверное, еще раз можем проговорить ваши там вопросы, у кого будут. Давайте тогда передам слово тебе. Молодцы, Фантом, я являюсь соосновательным, преподавателем фермы и коллегой Рудольфа по этому проекту. Давай, давайте я немного представлюсь и познакомимся, наверное. Меня зовут Рудольф, я работаю в рекламном агентстве, и сейчас, наверное, часть моей настоящей жизни посвящена искусственному интеллекту. Я много чего делаю для себя, много чего делаю для клиентов. В частности, делала разное. Делала классификацию отзывов для клиентов, делали различные форматы социал-листинга с помощью ИИ, делали виртуальные видео, чтобы они говорили и писали множество шортсов, классифицировали блогеров и так далее. На сегодня мы будем говорить про то, как нестандартно использовать, наверное, самый популярный инструмент – это ChatGPT. И хотелось бы начать с вопроса, а кто регулярно использует ChatGPT в своей деятельности? Если вы не боитесь включать микрофоны, либо пишите. Да, я каждый день практически использую ChatGPT. Один человек из семнадцати. Хорошо, а кто? У меня в компании буквально интегрировано в работу. Два из семнадцати. А кто пользовался, ну просто там, хотя бы понимает, как это выглядит, заходил и так далее. И есть ли кто, кто вообще не пользовался? Пользовался. А кто нет? Я вообще не пользовался. Обычно. Вот. Тогда классно. Давайте тогда мы сегодня будем говорить про то, как, так, наверное, такой уже более расширенный подход, как использовать, вот, когда ты уже попользовался, как это можно внедрить в какую-то повседневную деятельность и немножко продейтить. Но для тех, кто не пользовался, я прям сделаю акцент, как это работает внутри. Роман? Внимательно слушаю. Все. Что-то вы говорили. И сегодня у нас тема, она... Так, секундочку, сейчас я тут одну закрою сущность, наверное. Я вижу, пишите комментарии, друзья, мы можем голосом задавать. Нам всегда нравится слушать. Если вы включаете камеру тоже, то мы что-то видны в белом с Удольфом. Я уверен, что вы тоже кто-то в белом или не в белом. Включайте камеру, говорите, нам будет приятно. Привет. Слушайте, ну я почти каждый день юзаю, вот. Но ChatGPT раньше юзал, сейчас, в принципе, для моих задач, ну там у меня такие простенькие, переписать какой-то текст, еще что-то. Я юзаю вот отечественные. В принципе, они с этим справляются. Ну там, на орфографию проверить, переписать логику. То есть, в принципе, что у вас Беровский, что Яндекс. Хотелось бы, да, узнать, где они отстают, а где все-таки лучше ChatGPT. Наверное, сравнение LLM-моделей – это тема вообще отдельная, так или иначе. Ну, если интересно, то сейчас фактически LLM-модели замеряются, и есть бенчмаркинг лингвистических моделей. То есть, есть люди, кто оценивает, насколько качественно работает та или иная модель. И сейчас лидирующей моделью является модель Cloud 3.5 Sunnet от компании Antrofic. Cloud 3.5 от компании Antrofic. И на втором месте идет ChatGPT. 4 – DeFi 0, DeFi 0, можно даже так сказать. Российские модели немного, конечно, уступают с точки зрения качества, но, тем не менее, настанет этот день, когда Россия, наверное, сравнится по качеству, как минимум, с лидирующими инвестическими моделями. Вот. А если переходить к нашей теме, наша тема в большей степени сегодня связана, как внедрить искусственный интеллект в таблицы, и что вообще можно с этим делать. Я покажу ряд примеров, и поговорим мы про четыре пункта. Мы поговорим, какие существуют преимущества. Вот почему, вот нормальный вполне вопрос, почему я же пользуюсь в интерфейсе. Могу спросить, могу спросить там в Яндекс.Браузере, в НР. Могу спросить где-то еще. Зачем мне вообще что-то добавлять к каким-то Google-таблицам и так далее. Какие есть преимущества, я про них расскажу. Мы разберем технические способы, как это все настроить. Их может быть несколько. Мы пройдемся, наверное, по одному ключевому, и я расскажу еще о дополнительном. Вот. Разберем основные сценарии использования, что можно делать и как это делать продвинуто, например. И в режиме Live Demo я покажу, как это делается, и вы можете даже открыть Google-таблицу, сделать все так же, и точно продублировать все действия и посмотреть, как это работает. Давайте начинать. Как мы обычно взаимодействуем вообще с интерфейсами лингвистических моделей? Вообще лингвистические модели, они были достаточно раньше, чем 2022 год. И ключевая революция, то, что сделала компания OpenAI, это то, что они сделали оболочку для лингвистической модели. То есть они сделали интерфейс, чат, куда можно писать и получать ответы. Раньше, когда был там GPT-2, это все так же работало, только работало в каких-то редакторах кода, для программистов, для каких-то людей, кто был очень сильно этим увлекл. И вот мы привыкли с вами фактически к стандартному, ну вот сейчас, наверное, в текущих реалиях, к стандартному взаимодействию с системами искусственного интеллекта, текстовыми. То есть мы пишем какой-то запрос, как писать запросы тоже отдельная тема, но тем не менее, что попробуй отвечать мне на вопросы или задавай мне встречные вопросы, и дальше докидываем туда уточнений. То есть мы спрашиваем, а что там, вот, тут в моем примере, что лучше, рубли или бонусы для кэшбэка? А потом можем спросить, а почему лучше? А какие недостатки этих бонусов существуют? И мы как бы с каждой итерацией даем дополнительные вводные для лингвистической модели. И это привычное взаимодействие с продуктом, и оно должно было так устроено, потому что формат чата подразумевает это взаимодействие. То есть на примере, там, расскажи пять целевых групп аудиторий, потом расскажи по этим группам, там, jobs to be done сценарий, как можно закрыть боли и так далее. И мы, то есть, последовательно даем какие-то вводные или запросы, чтобы получить нужные нам ответы. И этот сценарий классно работает, когда у нас не очень много данных. Ну, то есть, а представьте, что если бы вам нужно было сделать вот какую-то связанную вещь, чтобы, там, не знаю, проанализировать миллиард строк и выдать ключевые критерии, и потом к этим ключевым критериям написать два вопроса, которые из каждого миллиарда строк. Вот вручную это было бы сделать практически невозможно. Ну, то есть, это очень долго нужно писать чату, чтобы получить нужный ответ. И ряд энтузиастов, на самом деле, это появилось достаточно давно, наверное, уже в начале 2023 года Четжпти появился в Google таблицах, в тот момент еще в бесплатном формате, сейчас уже не в таком бесплатном формате. Но, тем не менее. Эхо пишут? У всех эхо или только у меня, или только у Михаилу эхо? У тебя эхо слышно. У всех эхо, да? Угу. Сейчас, секундочку, давайте попробуем. Да, да. Что-нибудь сделать. Отполнительно. Эхо есть. Буквально одну секундочку. Надо просто отключить микрофоны у тех, кто включил. А мы рядом вроде. А никого нету рядом с Рудольфом. Это не то, что мы вместе сидим. Вот так меня слышно? Да нет. Лучше ли? Стало лучше? Да. Стало лучше. Класс. Да. Надеюсь, продолжится лучше. И возвращаясь, если сейчас пропало эхо, сигнализируйте, пропало ли оно или нет, как-то в чат. Возвращаясь, если нужно взаимодействовать с большим объемом связанной информации, то есть больше информации, которую мы должны сразу получить, которая развертывается, то, конечно, интерфейс таблиц – это идеальный интерфейс, который существует вообще и придуман человечеством. И таблица как раз, основное ее преимущество – это связанность элементов. Мы сегодня про это будем прямо на практике рассматривать, в чем преимущественная связанность элементов. Но фактически представьте себе функционал, куда вы вводите продукт или целевую аудиторию, и моментально по этому продукту формируется все, что нужно. Формируются ключевые воли, формируется целевая аудитория, формируются основные сообщения, формируется контент-план, формируется сценарий для шорцев. И это из одного… Вот у тебя один input, одна входная информация, и это размножилось на множество исходящей информации, и тебе не нужно было доуточнять каждый раз, а придумай мне под это контент-план, а придумай мне под это сценарий или еще что. И вот это основное преимущество таблицы. Это отличает, как мы взаимодействуем со стандартным чатом. У него есть свои преимущества, и с ним нужно взаимодействовать, и как мы взаимодействуем с таблицей. И теперь хотелось бы уже на практике рассказать, как можно это все настроить, чтобы это не было такой голой теорией, и как можно настроить. Есть ряд способов, как можно подключиться к таблицам. Первый способ – это существуют бесплатные дополнения для Google таблиц, которые имеют ограниченный функционал, так или иначе, но они бесплатные, и сегодня мы будем рассматривать именно на бесплатном дополнении, которое существует, чтобы вы могли это попробовать руками. Второе – есть платные дополнения, они требуют уже генерации API токена, они требуют оплаты этих токенов и более детальной настройки, ну и ключевое преимущество, что, конечно, там сильно высшим функционал, и это позволяет делать больше интересных вещей, но про это будем меньше говорить, потому что это платно, и, скорее всего, сейчас есть некие ограничения с оплатой зарубежных сервисов, но и тем не менее. И последнее – можно самостоятельно сделать свое приложение интеграции ChatGPT в Google таблицы. Именно исходя из второго пункта, я пришел к третьему. Вот в какой-то момент, когда мы еще в прошлом году делали интенсив, в тот момент еще не было никаких там… Люди тестировали свои продукты, делали там бесплатные демо, и можно было пользоваться всем бесплатно, только ради того, чтобы ты пользовался. И в какой-то момент это резко стало коммерциализироваться, и вот в тот момент на выходных, я помню, сижу, и у меня возникла интересная идея, а что если с помощью ChatGPT сделать, попробовать сделать такую операцию, чтобы написать код, который интегрирует ChatGPT в Google таблицы. Я долго мучился, честно скажу, часа три с половиной своей жизни я потратил на это, но, тем не менее, это было успешно, и я был очень горд собой, когда закончил работу там где-то в 2 часа ночи и пошел спать. Давайте так теперь перейдем… А вот вам видно сейчас экран с таблицей? Видео Excel, да. По крайней мере, у меня нормально. Все, чудно. Как поставить дополнение? Внутри любой Google таблицы, если честно, есть такая кнопочка, как расширение, и вы можете здесь на нее нажать, и внутри есть кнопочка дополнения и установить дополнение. И здесь можно выбрать любые дополнения, которые интересны и интегрируются с Google таблицами. Их бывает множество, здесь есть всякие, чтобы почта из имейлов приходила в Google таблицы, различные множества, но есть и так называемые дополнения, которые интегрируют чат GPT в Google таблицы. Их здесь тоже много. Есть GPT for Docs, GPT for Ships, и раньше вот это вот приложение от производителя Tolarian было лидирующим, и у него больше всего было аудитории, и оно действительно классно работало. Но теперь практически все эти дополнения, они стали платными, и без какой-то танцев с бубнами оплаты этого всего невозможно этим пользоваться. Вам нужно написать в поиске примерно вот такой запрос. Sheet GPT, чтобы поставить дополнение. У меня стоит это дополнение, и оно будет выглядеть вот так. Оно называется Sheet GPT, iChat и так далее. Примерно 431 тысяча установок. И это одно из немногих, возможно, есть еще, я там каждый не посмотрел, конечно, но тем не менее одно из немногих дополнений, которое бесплатно. Дальше вы переходите в него, вот здесь будет кнопочка установить, и вы установите его, и оно будет работать. Вот если у кого-то в режиме реального времени получит это сделать сейчас, это будет великолепно, это работает действительно. Дальше у вас внутри расширений здесь должна появиться вот такая вот вкладочка. Sheet GPT, iChat GPT, for Sheets. В принципе, все. Это ключевое, что нужно, чтобы появилось, остальное вам не нужно. Если у хоть одного человека получится установить, пинганите голосом или в чат, чтобы у меня получилось. Будете совместно, если вы не за рулем где-то, не едете домой, совместно пробовать, что есть. Далее, давайте перейдем со снов, как вообще это может работать, чтобы вы поняли. Вообще, на самом деле, внутри, когда мы общаемся с любой лингвистической моделью, есть ряд параметров, которые мы даем на вход. Мы можем давать на вход роль, там, веди себя как маркетолог, или веди себя как аналитик данных, или веди себя как профессиональный JavaScript программист, как кто угодно. Мы даем, конечно же, инструкцию. Много у кого получилось. Вот. Мы даем инструкцию, говорим, ребята, сделай мне вот это вот. Или сделай вот это. Мы можем давать различные примеры. Есть какие-то формы, как сейчас пишутся запросы для лингвистических моделей, которые называют сейчас и инструментами, и генеративными текстами. Вот. Если мы говорим про таблицы, я покажу очень упрощенный пример. Он может быть сильно сложнее, но, тем не менее, на упрощенном примере очень понятно. Мы можем задавать объект. Допустим, наш объект, мы хотим исследовать чемпионат мира по футболу. Вчера вот закончился чемпионат Европы, но мы сегодня будем по чемпионат мира. И можем задать инструкцию, либо задачу, какая страна обладает наибольшим количеством кубов. И вот это наша входная информация, и вот здесь мы хотим получить импул. Чтобы ваше текущее расширение работало, здесь нужно написать формулу, она называется GPT. Вы вот так просто напишите GPT, и здесь есть вот всплывающая подсказка, которая вам поможет в дальнейшем. Нажимаете GPT, и вот здесь есть состав формулы. Тут есть различные параметры этой формулы. Есть сам запрос, мы сейчас его и сформируем. Есть модель, модель, которая используется в этом запросе. По умолчанию, так как это бесплатное расширение, здесь модель GPT 3.5, потому что это очень дешево. Ну, то есть это не потому, что это очень классно, а это очень дешево. Но, тем не менее, если там как-то более продвинутой этим пользоваться, конечно, лучше пользоваться лучшей продвинутой моделью 4.0, которая наиболее оптимальна. Вот. Есть температура. Что такое температура? Внутри интерфейса, когда вы пользуетесь GPT, не существует параметра температуры, и там есть еще такое топ-пип значение. Но внутри API и работы с лингвистической моделью посредством API существуют две дополнительные настройки. Это температура. Температура фактически, если совсем упрощенно говорить, это уровень креативности системы. То есть чем выше температура, она там от единицы до двойки, тем более креативный будет ответ. Иногда может быть даже рандомный ответ, который не соответствует вашему запросу. Чем ниже температура, тем более четкий и классный ответ. И есть еще параметр топ-пи. Он здесь не выводится, но он вообще существует. Знаете, что он есть? Это... Ну, фактически, это дисперсия выборки. То есть чем ниже мы его ставим, тем более конкретные ответы мы будем получать. Топ-пи используется в основном при написании кода или при написании каких-то четких вещей, где мы не хотим, чтобы система ошибалась. Вот если мы берем задачу классификации, мы ее дальше чуть разберем, вот там топ-пи – это лучшее, что есть. А так, в принципе, это необязательные параметры, поэтому их не выводили в интерфейс, потому что, ну, обычному человеку зачастую это не нужно. Можно просто написать в промпте, будь креативным или решимую задачу по-необычному, и тогда будет примерно то же самое, что и повысить уровень температуры. Есть максимальное количество токенов. Все, что работает через API, а интеграция еще GPT и таблиц так или иначе работает внутри, там, на бэкэнде через API, оно оплачивается за токены. И токен, фактически, это длина ответа и длина входной информации, которую он может принять. По умолчанию здесь нету количества токенов, но можно ограничить длину ответа, то есть сказать, мне нужно только 256, допустим. Токен, если грубо, это один английский символ, если прям, ну, это не совсем так, это не совсем правильно, но если вы будете считать, что токен один английский символ, вы будете там на 88% правде, чем к неправ. Вот, то есть, один символ, это один токен. Можно ограничить намеренно, чтобы получать короткие ответы, если нам нужны короткие ответы, чтобы мысль не раздвигалась. Можно, наоборот, увеличить, когда мы хотим более широкий ответ получить. И есть кэш, фактически это хранить или не хранить данный запрос. Вернемся к объекту, задачи и ответам. Допустим, мы хотим получить, какая стена была с наибольшим количеством кубков. Здесь все просто. Мы задаем сначала задачу. И здесь, если мы хотим связать, это именно фишка этого расширения. Здесь есть символ ampersand. Вот такой вот. Вы можете его скопировать, или он на цифре 7 существует. И мы фактически говорим ampersand и выбираем объект. То есть, мы сначала задали инструкцию, какая страна с наибольшим количеством кубков и потом чемпионат мира футбол. И примерно так это будет работать. Сейчас он подумает и выдаст эту страну. И вот он выдал, что Бразилия является страной с наибольшим количеством побед и так далее. И вот сейчас уже произошел похожий, как и в интерфейсе, если бы вы спросили, какая страна является с наибольшим количеством побед, он бы ответил примерно так же. То есть, это абсолютно идентичный интерфейс, только вы сейчас это сделали в Google таблицах, а не в интерфейсе сейчас. Примерно так это интегрируется, и такая логика работает. Сейчас вернемся немного в презентацию. Исходя из этого, можно... Если есть вопросы, задавайте, перебивайте. Пока, мне кажется, нет, я думаю, что чуть позже. Исходя из этого, вытекают основные... Напишу, что не написал, что Испания в серию кубок взяла, но... Если бы попросить его загуглить, он бы написал. Можно попросить его загуглить. Какие задачи можно делать? Я говорю не все задачи, говорю наиболее популярные задачи, которые я сам делаю, которые чаще всего встречаются. Первое, это любая классификация информации. Мы про это сейчас поговорим, но фактически классифицировать информацию в таблицах, это просто очень удобно, и зачастую это делается руками в многих случаях, а теперь это можно не делать руками и сэкономить N часов времени. Второе, это синтез, то есть создание новой связанной информации. Это то, что мы чуть-чуть позже разберем, это как создать виртуального маркетолога на нашем примере. И третье, это анализ уже существующей информации, какой-либо семантический анализ. Что я здесь подразумеваю анализом существующей информации? Ну, фактически представьте, что у вас есть, там, не знаю, база данных звонков менеджеров по продажам, которые принимают звонки, и эти звонки транскрибируются и пишутся куда-либо. И вам нужно проверить соответствие этого звонка, скрипту и поставить оценку, и сказать, какие у этого звонка были ошибки. Вот таблицы, то есть условно можно отдать всю транскрибацию в таблицу, будет там один столбец звонок, там дата будет второй, это менеджер, кто отвечал на звонок, третье будет уже ответчат GPT, где он, насколько он прошелся по скрипту, там по системе от 1 до 10, и четвертое будут его ошибки, которые тоже были выведены из анализа. И то есть раньше нужно было, чтобы какой-то аудитор пришел, прослушал эти звонки, выписал бы, прослушал каждый звонок, выписал бы оценки, сказал бы, здесь не по скрипту, отвечай. А сейчас это можно сделать автоматически и вообще не париться. Вот примерно много кто уже так делает, если честно. Ну и то же самое, там есть какое-то интервью с клиентами, можно вытащить ряд информаций. Вот это три наиболее популярных кейса взаимодействия с таблицами, таблиц и чат-жеклицами. Давайте начнем с первого. Первое – это классификация. Это вот недавняя моя задача, я ее совсем недавно решил. Представим, что у нас есть какое-то количество, ну я сейчас покажу, у меня было, в моем кейсе было 20 тысяч блогеров, то есть был парсинг инстаграм-аккаунтов в большом объеме по хэштегам, и цель была распределить их по следующим критериям. Цель была распределить их по критериям компания, то есть, ну и каунт, условно, художественная, гимнастика, турниры и так далее. Четко понятно, что это компания, а не конкретный человек. Распределить их по компании человек, ну и плюс там еще были дополнительные теги иностранных аккаунтов, которые не хотелось бы им писать для дальнейших размещений в блоге. Здесь я перейду уже в другую таблицу, не в экзампл, а вот это реальная была таблица. Вот тут, ну вот здесь это не та таблица, которая была, но вот по-настоящему было вот примерно 10 тысяч блогеров, не 20, 10 тысяч блогеров было, которые нужно было классифицировать по критериям. И здесь я просто написал простую инструкцию, на самом деле, ну, может быть, не самую простую, но простую. К сожалению, она тут на английском языке написана, это намеренно она на английском языке написана, чтобы сэкономить количество токенов, потому что в английском языке токенов прятятся меньше, чем в русском языке. И здесь инструкция, ну, следующего порядка, что я отдам тебе входную информацию, имя аккаунта и описание аккаунта, ты должен здесь сделать классификацию на персону и компанию, примерно следуй следующей инструкцией, анализируй имя аккаунта, если имя содержит какое-то персональное имя, то, например, Сергей Лазарев или Сергей Лазарев, то оттагируй как персону, если нет, то продолжай анализ. Дальше анализируй дескрипшн, если там в дескрипшн не есть имя, то это персона и так далее. И давал, говорят, достаточно много примеров. Говорил, что вот Иван Иванов, персональный тревел-блог, это персона, Иван Иванов, тревел-персона, а вот, допустим, Третьяковская галерея, ключевой музей, это компания. И дальше здесь я уже использовал тут собственное расширение. И как вообще решалась эта задача, я даже на практике поделюсь. Я изначально думал, что ее решить очень просто. Я просто взял вот этих всех блогеров и собрал файлик в один экселевский или блокнот и отдал просто в чат для пяти. И я не получал нужного качества, которое нужно было, чтобы классифицировать это. Он на большом объеме строк постоянно ошибался. То есть в какой-то момент я уже, вот этот промт дорабатывался, 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 и я уже начал страдать, что эта задача плохо решается лингвистической моделью. И даже подумал, сделал это руками в какой-то момент, но потом отказался от этой идеи. И тогда как раз пришла идея, что можно интегрировать это все в Google таблицы. И если в обычной жизни мы отдаем какой-то файл, допустим, на анализ чат GPT, то он анализирует весь файл суммарно и проставляет по каждой строчке, то в таблицах он анализирует каждую строчку отдельно. И получается, что на вход у него небольшой объем информации, в котором меньше шансов ошибиться. И вот я написал такой промт, фактически. И здесь, вот он написан, здесь у меня немножко другая формула, потому что мне нужно здесь было использовать уже другую модель, GPT 4.0, так или иначе. Потому что в бесплатной версии 3.5 все-таки хуже это работает, чем в более новой версии. И предложил ему делать пластеризацию всех этих Instagram аккаунтов. И фактически я просто протягиваю, то есть у меня этот промт написан, он ссылается на ячейки, то есть он ссылается на Сергея Бойцова, вот так. И анализирует что-то. Вот президент ВРФ, это для него компани, вот здесь блока роскошной праздной жизни и так далее, это тоже компани, хотя здесь может его вести человек, но так как нет имени, непонятно. И таким образом идет быстрая пластеризация всей информации, которая подается на входе. Вот у нас Алексей Волочкова, према-балерина, ферсон. Давайте вот отсюда дотянем, вот здесь есть стиль, уют, дом, чтобы вы понимали, каково качество этого всего. Ага, стиль уют, дом, но здесь, а тут, наверное, Мария Анисимова здесь, потому что есть имя, но здесь это человек действительно, Мария Анисимова. Давайте найдем какой-то, кто не человек. Вот, Life Travel Beauty. Я не человек, хотя здесь Виктория, он организатор. Ну, тут, наверное, и нету, да, ничего. Можно протянуть чуть подальше, посмотреть, как это работает. Не вижу даже, что здесь человек. Ну, давайте я сейчас какой-нибудь клуб найду или что-нибудь такое. Неман блогер. Рудольф, а правильно понимаем, что первые колонки, А, Б, С, ссылка, имя, это все спарсено тоже с помощью GPT или нет? Нет, ну, это спарсено стандартными способами по хэштегам, как парсится Instagram. Инстаграм можно парсить. Ну, вот на примере, а пластеризуется это уже с помощью GPT. Вот тут видно, что какая-то пекарня Dr. Bakers. Вот я говорю, что это за Dr. Bakers, он говорит, что это компания. И практически для цели размещения рекламы у блогеров у меня была именно такая цель, то здесь эта задача решается 100%. И вот если бы раньше мне нужно было бы сначала отфильтровать бы все по именам, а потом каким-то образом придумывать мудрые или не очень мудрые фильтры в Excel, там, с вхождением букв и всего прочего, то сейчас я могу там за полчаса, там есть все-таки ограничение на входной лимит у токена. Ну, нужно по тысяче строк протягивать, у меня 10 тысяч строк было. То есть по тысяче строк вполне работает. Я могу быстро сделать кластеризацию любой информации. Примерно так. И это вот одно из применений кластеризации информации. Теперь можно попробовать иное применение. Это классификация отзывов. Представим, что у нас есть выгрузка отзывов. Здесь она тоже не выгружена с помощью TGPT или иной инструмента. Здесь просто выгружены отзывы из Marketplace. И здесь уже я использовал стандартное расширение, которым вы также можете пользоваться. Здесь есть дата отзыва, есть оценка, есть комментарий. И мне нужно, допустим, сделать три классификации. Нейтральный, позитивный и негативный. И вот вы можете прямо на основании того, что у вас есть, попробовать так же. Давайте я, наверное, поширю табличку сейчас в общий доступ. Может быть, у кого-то получится даже. Здесь также написан весьма простой запрос, что ты профессионал по анализу отзывов. Сможешь ли провести сегментацию отзывов по критериям позитивный, негативный, нейтральный. Используй только это и критерии. В ответ необходимо отдать только один критерий. В ответ ответа дай одно слово, позитивный, негативный или нейтральный. Здесь именно ссылается только на ячейку комментариев. Здесь я это намеренно делал, чтобы вы не сказали, что можно было по оценке отфильтровать. И тогда и понятно, какой отзыв позитивный. Если оценка один, то отзыв негативный. Это не всегда так. Люди иногда промакиваются в оценках, иногда ставят там единичку и пишут классный комментарий. Иногда наоборот. Поинт воровый, но не всегда работает. А здесь как бы и запрос я прошу использовать модель 4О, собственно. Вы можете, в принципе, скопировать эту информацию себе куда-то в табличку. Заранее вы установили уже расширение. Ну, те, кто установил. И попробовать сделать эту классификацию внутри себя. И что удобно, конечно, что это работает достаточно точно. Он может ошибаться. Вот где-то вот здесь он, видите, ошибается. Очень нужная вещь для сердечников. Не пробовал, но рекомендую. И отзыв нейтральный. Ну, скорее всего, когда человек пишет «не пробовал, но рекомендую», он считает, что это нейтральный отзыв. Не позитивный. Здесь какие-то бады с отзывами выгружены, скорее всего, судя по отзывам. Ну, и фактически можно кластеризировать любую информацию, которая у вас есть. Это могут быть, ну, как я уже приводил пример, звонки. Допустим, есть звонки менеджеров. Скажи, какая тональность разговора была. Позитивная, негативная, нейтральная. Те же самые отзывы, те же самые блогеры, те же самые статьи, все что угодно, любую информацию, которую мы обычно храним в привычном табличном виде текстовую, можно анализировать с помощью инструментов лингвистических моделей. Скажите, тут ли есть вопросы на этом кейсе использовании? Как подключить GPT-4O? Это просто в промпте ты прописываешь или как-то отдельно что-то проклачивать? Здесь в этом расширении, если вы напишите, вот я на примере GPT, здесь он прям сразу пишет, что промпт. Допустим, мы пишем там, создаем 5 вариантов целевой аудитории для инвазин и грушек. Всегда нужно писать вот в этих маленьких кавычках, и дальше мы ставим точку с запятой, и вот здесь можно написать так же в кавычках, насколько я помню, сейчас проверю. В GPT-4, в GPT-4, закрывается кавычка, закрываем стоп. В кавычках же я писал, да, в кавычках. И тогда подключается модель 4O, но, по-моему, здесь в этом бесплатном расширении есть ограничения, он там, по-моему, больше 20-30 запросов вам не даст сделать. А можно как-то обойти, оплатить и так далее, чтобы постоянно 4O пользоваться? Я вот рассказываю для себя, если честно, я сделал прямо себе, ну вот когда я столкнулся с проблемой, что нужно платить за какие-то сторонние расширения, я на самом деле там на какой-то из лекций, и не помню в рамках, это, наверное, не в рамках интенсива, но на какой-то из лекций фирмы я рассказывал, для себя я сделал фактически приложение, которое интегрируется внутрь таблиц, и я пользуюсь собственным. И, ну вот, наверное, это тема отдельной лекции, сейчас долго рассказать, но вот с помощью ChatGPT я написал код, как интегрировать ChatGPT в Google таблицы. Но вообще есть и платное расширение, вот, GPT for Sheets, если вы зайдете, то можно использовать его. Я его как минимум рекомендую. Можно хотя бы скриншаться? Вот так это называется, GPT for Sheets. Вот, можно. Сейчас скину чатик. Оно платное, но оно классно работает, много классного функционала. А так, в принципе, наверное, на текущих лекциях также будем разбирать, как создать свое собственное приложение, которое интегрируется с таблицами. Просто сегодня мы это не разберем, там, примерно, ну, на час материала точно. Весьма долго, если не будем сейчас это делать. Куда идется для меня, как такой сегодня? Может, еще вопросы? Все, закончилось. Пойдемте дальше тогда. Если вопросов нет, пойдемте дальше. Дальше, как я сказал, основной функционал, и который, на самом деле, от меня он больше всего, больше всего, как это называется, вызывает какие-то эмоции у меня, это создавать связанные таблицы. Мы сейчас будем прямо на примере. Если у кого-то получится делать во время примера, то будет классно. Я, в принципе, готов поделиться всеми вот этими запросами, которые существуют. Если кто-то готов, пишите плюсики в чат. Наверное, я скину все эти запросы, чтобы вы понимали. Ну, вот Никита готов. Хотя бы один есть, уже классно. Два человека, Андрей еще. Андрей, мы этот, в принципе, с блогерами очень актуально. Смотрите, в чем интересность? Представим, что вот мы с вами сейчас создаем такого микро... Ну, мы тут не очень широкие дистанционного маркетолога, но микро-маркетолога. Допустим, мы хотим, чтобы по какому-либо продукту у нас автоматически формировались какие-то персонные аудитории, более этой персон, jobs to be done, какой-то ключевой работы и какие-то креативные идеи, которые помогают нам решить какую-то цель. И здесь мы начинаем с простого. Давайте прям будем с вами с простого. Вот у меня есть первая инструкция. Я ее ширю вам в чат, мы ставили плюсики. Сначала создается какое-то описание проекта. Вы можете взять любой проект. Я здесь вчера был не очень креативным и придумал какое-то страхование путешественников на Алтай. Но тем не менее, можно писать свой проект, все что угодно. И первое, что мы просим, это создать какую-либо персону. Давайте прям будем вместе это создавать. Первое, мы говорим, что я хочу, чтобы вы выступили в роли какого-то профессионального исследования аудитории. Моя задача – генерировать одну персону. Вот такие должны быть критерии. Полвозраст, род занятий, мотивация, момент использования, цитата. Ну и плюс я тут добавляю социальные доказательства, что это важная задача, будь ответственным, не повторяйся и так далее. И здесь весьма просто. Мы также пишем GPT, фактически формулу в бесплатном приложении. Ставим задачу, вот как мы на вкладке пример рассматривали. Ставим значок имперстанта. И ссылаемся на ячейку, для какого продукта нам это нужно. Тут, наверное, это ее слово. Я себе скопирую, чтобы в нем не ошибиться, и удалю. Тут удаляю все. GPT лист почему-то. Вот так. И начинается, как бы, мы для себя, первое, что делаем, это формируем одного персону. Мы сюда написали персону, здесь у нас генерировали. Если условно здесь мы напишем что-то иное, допустим, автомобиль, BMW, то у нас идет перегенерация этой самой персоны. Это уже первый плюс, то, что вот мне не надо заново писать этот промт. Вот если бы я в чате был, я бы заново написал этот промт, я написал автомобиль, BMW, теперь у меня. А теперь здесь это создалось более-менее в автоматическом режиме. Дальше, допустим, для этой персоны я хочу сгенерировать три боли. У персоны же может быть боль какая-то маркетинговая, да и вообще просто по жизни боль, еще что-нибудь. Чем-то жирным здесь скопировалось вам. И здесь уже начинается такой небольшой лайфхак, как можно пользоваться этим расширением. Здесь мы также пишем равно GPT. Фактически мы даем ту же самую задачу. Условно. Ставим тот же значок. И вот здесь мы можем написать формулу связки строк. То есть фактически сначала произойдет связка, а потом будет запущен скрипт GPT. И мы говорим, что нам нужно для автомобиля BMW и для персоны вот такой-то нам нужно решить задачу вот такую-то. Задача вон вверху написана. И фактически мы объединили уже не два столбца, которые нам нужны были. Ну, то есть не только создай задание и объект, а мы объединили задание, объект и еще подводные объекты каким-то образом. И у нас создается три боли. Там страх потери статуса, неудовлетворенность современными технологиями, ощущение нехватки индивидуальности, там, чего-либо. Дальше мы проводим ту же самую операцию. То есть мы пишем опять. Здесь мы хотим создать какую-нибудь Drop-to-be-down работу. У меня уже есть готовый написанный промпт про Drop-to-be-down работу, как использовать структуру и так далее. Делюсь им также в чек. Говорю равно, GPT. Мне фактически примерно то же самое нужно, если честно. Мне нужно, чтобы для... Мне нужно для автомобиля БМВ и для вот этой целевой аудитории создать Drop-to-be-down работу. И у меня здесь уже создается Drop-to-be-down работа какая-то. И дальше уже, ну здесь чуть-чуть такой, может быть, не для всех будет необычный промпт, но тем не менее, на примерах практики у меня этот промпт сформировался. Я хочу, чтобы вы выступили в роли профессионального стратега. Вот вы никогда не пробовали молекулану и решили попробовать. И вам повезло, вас простили гениальные идеи. На практике этот промпт получил лучшие результаты с точки зрения генерации креативных идей. Если ты просишь просто систему быть креативной, это хуже, чем написать вот такое. Я также поделюсь, чтобы вы могли повторить то же самое. И фактически создаются, здесь я уже использую, видите, три вводных, я использую вводную продукта, использую вводную боли и использую вводную джокс-то-бедан. Рудольф, оно вернулось, Рудольф. Эхо. Вы только вы чем молчите. А оно только пришло. Странно. Я не знаю, кстати, с кем это связано. Сейчас пойду в настройки звука. Что-то дублируется. Вот сейчас. Хуже или лучше? Пропало. Пропало? Ну, эхо нет вроде, да. Очень необычно, потому что я просто переключаю микрофоны туда-сюда. Нормально. Вернемся. И здесь уже, видите, опять та же самая задача. Я использую уже три вводных. Я использую вводную сегмента, продукты, сегмента, джокс-то-бедан аудитории, и у меня генерируется креативная идея. Вот. И вот здесь уже классно. То есть, если я здесь напишу другой продукт, уже сейчас, допустим, ну, я не знаю, какой продукт. Он предлагает идеи использовать. Ну, на практике это действительно лучшие креативные идеи он дает. Или он здесь где-то написал? Нет. Ну, здесь не написал. Сидея, смарт апгрейд и так далее. Обновление внутреннего оборудования. А, у вас. Ну, это может быть, но это смешно. Попробуйте GPT-4O поставить модельку. Ну, и когда мы здесь что-то меняем, допустим, не знаю, мы хотим, какой продукт. Давайте опять. Автоматически все меняется. Что еще интересного с этим можно сделать? Можно попробовать. Здесь работают стандартные законы Excel, и можно фиксировать задачи. То есть, вот кнопочка F4, которой привыкли фиксировать ячейку, она также работает. И если зафиксировать задачу, можно использовать массовое для многих продуктов. Ну, то есть, сохраняя предыдущие продукты и используя для новых продуктов. И, условно, если мы здесь напишем какой-то иной продукт... Блин, я не могу придумать. Картофель... Видимо, я думаю, картофель запеченном. И просто протянем формулу вниз, то все повторяется так же, с теми же заданиями, с теми же брендами. И фактически мы создаем как бы... такую полуавтоматизированную систему, с которой можно работать и дальше уже как-либо автоматизировать это все. Здесь... Здесь... Скажи... О, эхо появилось. Ордовь, можно спросить? Да. Да. У вас в ячейке G более персоны используются две звездочки. А для чего нужна такая пунктуация? Ну, здесь две звездочки. Изначально эти промпты были написаны в Notion, и при копировании из Notion иногда сохраняются звездочки. Это не критично, на самом деле. Но в каких-то гайдах от OpenAI используются зачастую решетки, вот обычные, привычные решетки. Присловно, каждый смысловой блок рекомендуется выделять решетки. В данном случае звездочки ничего не значат. А можно еще вопрос немножечко втоптный? А как сделать такие красивые зеленые подсказочки, когда вводишь формулу? Это где-то включить нужно. Ага, я здесь не подскажу, что это. Вот про вот эти? Ну вот. Это... И вот про вот эти? Да, вот это вот. Ну, вообще-то по умолчанию. Если честно, я ничего не делал для этого. Понятно. Может быть... Может быть, есть еще вопросы? Рудольф, а подскажим, VPN должен быть включен или не обязательно, если работает? Не обязательно VPN. Вообще нет. Спасибо. По поводу зеленых... Извините, кто-то спрашивал про красивые зеленые подсказки. Там, когда начинаешь выбивать формулу, открываешь на скобочку, появляется знак вопроса. Если по нему кликнуть, то подсказки будут показываться. Да, работает. Спасибо. Ну... А еще вопрос. Можно ли этой штукой пользоваться, ссылаясь на другие таблицы? То есть, допустим, у нас там уже есть собранная масса таблиц, их 100 штук, каждая со своими данными. Вот я хочу, чтобы у меня в одну таблицу как-то правильно вытягивались данные из 100 других таблиц. Вот из одной вот этой... В данном расширении нет. Единственная опция – это копировать листы в таблицу, ссылаться на листы, ну, то есть, ссылаться на ячейки с другого листа можно, ссылаться на другую таблицу. Ну, то есть, в пределах одной таблицы все это должно быть, но я могу просто связать эти таблицы. Да. Ну, если совсем много данных, это проблемка, да. Понял. Рудольф, а такой вопрос еще. Был ли опыт использования GPT для анализа каких-то данных, таблиц? Ну, то есть, прямо... Это другая тема. Достаточно большой опыт вообще в анализе данных. Но если интересно, вообще изначально лингвистические модели плохо вообще считали, ну, математически плохо считали. Даже в прошлом году, когда мы запускали интенсив, одно из домашних заданий было просто перемножить два числа и получить правильный ответ. И это было сильным проблемой. Но текущие исследования, вот есть моделька, которая от PLOT, 3,5,5, ну, и даже последние ЧАД GPT, они уже классно считают, и уже проводилось исследование, там, сравнивали биржевых брокеров и ЧАД GPT, и они примерно на одном качестве анализируют данные. И здесь много кейсов, как это используется. Самый популярный, наверное, это отдавать данные внутрь чата и просить проанализировать или построить какую-то прогнозную модель с помощью, ну, популярных математических решений, там, допустим, градиентный бустинг, там, постройку, используя градиентный бустинг, построим мне прогнозную модель на основании моих данных. Ну, условно, мы хотим построить прогноз по продажам на основании данных сезонности, там, конкурентов, нашей рекламной активности и так далее. И это классно работает. Я даже замерял. Ну, там, не прямо, чтобы, как математики построили, но R-квадрат может достигать 88% и так далее. 0,88%. Можно просить прямо и внутри чата анализировать данные, но там зависит от объемов данных. Если у вас много строчек, то это не сработает. Если мало строчек, то нормально. Понятно. Экспериментировать. Спасибо. Вообще, ну, как бы, ну, не совсем прям идеально. Ну, иногда лучше, чем люди. Может быть, что-то еще? Ну, на самом деле, вопрос про... Вначале говорили про транскриптизацию звонков. Как-то это получалось реализовать? Потому что, ну, задачка есть для того, чтобы скорбить... У меня все звонки... Ну, то есть, я использую, вот если вам бидный экран, я использую сервис, который называется Fireflies, и у меня здесь, вот, условно, каждый мой звонок, ну, кроме нашего текущего, там, как-то записывается и пишут по нему основные тезисы, выводы. У меня настроен Telegram-бот, который... Ну, после каждого звонка Telegram-бот мне присылает саммари каждого звонка, и я его отправляю уже куда-нибудь. Вообще, задача максимально решаемая. Ну, вообще, транскрибация больше не проблема. Раньше это была какая-то... То есть, можно прямо аудиофайлы подсовывать, он будет их... Да, да. Ну, на русском языке, правильно? На русском языке, да. Это, опять же, кстати, это единственная технология, которая существует на рынке от OpenAI, она называется Wishper, и она идеально работает на русском языке. Очень хорошо. Это вот с помощью Fireflies, да? Ну, и Fireflies — это сервис уже, ну, то есть, внутри моделька, там все равно Wishper. Хорошо, я ничего, спасибо. А как найти этот Wishper? Ну, Wishper — это уже моделька, это уже без интерфейса, чтобы вы понимали. Ну, то есть, это вот как раньше, как я рассказывал историю языковых моделей, вот когда-то был GPT-2, у него не было оболочки чата. Вот Wishper — это тоже практически программный код, который помогает транскрибировать. Есть, сейчас секундочку, я попробую остановить. Есть, наверное, на флаге Face, может быть, есть. Ну, я поищу, есть, наверное, какие-то открытые или полуоткрытые источники, которые позволяют пользоваться. А так можно платить за сервисы, и они более удобно это делают. Не смог я найти быстрых телеграмм, если честно. Просто сегодня видел пост, то, что кто-то сделал там интерфейс Wishper. Может быть, найду, поделюсь. И если завершать, ну, фактически с помощью таблиц вы можете делать сильно сложные многосвязанные сущности. Ну, то есть, мы вот сейчас объединили там один, два, три столбца и сделали это единый промп. Но в какой-то момент, конечно, он может упереться и сказать, слишком много входных данных, я не могу это обработать. Но, тем не менее, до какого-то этапа это классно. И там ссылаться можно на, ну, тут на креативные идеи генерировали, но можно генерировать там топики для контента, сценарий для рилс и все что угодно. И вы представляете, вы просто, у вас там появилась какая-то задача, можно кластеризировать по задачам, там увеличить средний чек, повысить ретеншн и так далее. Появилась какая-то задача, вы просто пишете там какой-то продукт или задачу и автоматически у вас появляется ряд идей, целевых аудиторий, каналов коммуникации. И вы, надо было что-то придумывать, тут бах, быстро, много вводных идей и уже придумали, там, собственно, доработали и пошли дальше работать, кофе пить, там, все такое. Это удобно, правда. И таблица это идеальный интерфейс с точки зрения водосвязанной информации. В чате так не сделано. Вот. Ну и то же самое, я не раскрыл блок по анализу существующей информации, но фактически, вот там, на примере оценки и отзывов, это тоже анализ существующей информации. Здесь можно, ну, в этом расширении нельзя, сейчас я скопирую, вот, через собственное покажу. Можно с точки зрения таблиц, допустим, у нас вот такая же таблица, сейчас я удалю этот столбец, вот такая же таблица с отзывами, и мы хотим найти топ-5 причин негатива. Я уже использую там собственную формулу, там, найди, топ-5 закрою, и просто выбираю, ну, в том расширении нельзя выбрать диапазон, у меня тут я настраивал себе, что можно выбрать диапазон, и фактически я получу полный анализ синтеза информации, то есть я ему отдал диапазон данных, и вот он мне говорит топ-5 причин негативных отзывов. Он говорит, что не помогает, нет заметного эффекта, они индивидуальные, они переносимы, дорого, отсутствие подтверждения эффективности и так далее. Вы представляете, если у вас 100 тысяч строк, и вам нужно найти инсайты про аудиторию, или топ-5 причин негатива, или еще что-то, как долго это руками делать, а как быстро это не руками делать. Это тоже очень удобно в таблицах, ну, технически это можно делать в интерфейсе чат, но можно и так. Такие дела. На этом все. Если честно, если есть вопросы, то давайте. Да, друзья, спасибо. Я хотел сказать, что курс у нас будет состоять из шести блоков, и чтобы вы понимали, те, кто, может быть, менее ориентируется, мы подробно довольно-таки разберем каждый из инструментов, я в чат выложу каких, и вот понимание, как работать на базовом уровне, так и смотреть более сложные вещи, где мы сегодня смотрели про GBD в Excel-таблицах. Вот, не надо на эту тему переживать. Будет шесть занятий. Первое, оно будет вводное, которое объясняет, что, как, чего. Второе, больше про работу с аналитикой, если все о чем, определение джоб по бедам. Третье, как раз, работа с видеоформатом и контентом, третье с соображениями, четвертое, точнее, пятое с SEO, как раз про отзывы, про разного рода механики, и пятое, про управленческую часть, которая показывала, как инструмент помогает облегчать project management, по сути. Как я говорил, мы рассказывали, мы постарались покрыть все этапы предплодного маркетинга с нашими проектами. Вот, если есть какие-то вопросы еще, давайте обсудим. Нет, будем оставаться на связи в чате. Кто у нас уже записался, прекрасно, будем вас ждать в конце месяца. Кто не записался, будет программа в нашем чате выложена, вы сможете ее посмотреть, там все достаточно легко сделано с точки зрения потребительского пути. Если вдруг кто-то не в чате, напишите мне или сюда, мы вас добавим. Вопрос такой, Рудольф, а можно твои контакты какие-то получить для честных консультаций? А я есть в чате, наверное, если мы про чатик. Меня, значит, нету в чатике. Понял. Я говорю, значит, меня нету в чатике. А я в другом чате. Андрей, а ты в каком чате? Ты не учился на ферме, ты просто как-то попал, видимо, где-то мы зацепили тебя, да? Не-не-не-не, я в чате по бренду сейчас. Вот, Петя скинул, все. Слушай, я думаю, почему ты не хочешь... Все кто-то скинул. Ну, ладно. Это трудно занять их, да. У нас же была лекция с Рудольфом. Да, контакт не проблема. Да, да, да. Я смотрю, знакомые, знакомые, знакомые названия. Ну, супер. Там был вопрос. Чат GPT, да, он же присутствует... Ну, поправочка, да, я немного архаичный, я не совсем активно пользуюсь. Чат GPT, он представлен в Телеграме, правильно? Он представлен в Телеграме, наверняка, на каком-то сайте и так далее, да? Каким именно пользоваться? Ну, оптимально все-таки. В Телеграме, опять же, есть единственная версия Чат GPT. Фактически, это сайт, который называется чатgpt.com. Сейчас поширю в чат. И она работает только с включенным VPN-ом в России. Вот я поширю. Без VPN-а это не работает. В Телеграме есть ряд энтузиастов, кто сделал, ну, такие вот условные энтузиасты, как я, кто сделал ботов и продают это, чтобы как-то монетизировать, либо бесплатно, но в основном продают. И там тоже можно этим пользоваться. Но в Телеграме, конечно, много ограничений существует. То есть, фактически, там, практически нет возможности, ну, нет возможности загружать файлы, ее и так нету там в Телеграм-ботах и так далее. Нет возможности длинного контекста, который существует в чате, ну, и ряд каких-то ограничений. вот мы сейчас с вами пользовались в таблицах, это примерно так же, как работает в Телеграме, только в интерфейсе таблиц. Все на бэкэнде работает через API. Ну, лучше пользоваться все-таки в интерфейсе чата, чтобы базово понять, как работает, лучше попробовать все-таки в интерфейсе чата. это стало так популярным именно благодаря чату. Вот, и меня несколько волнует точность определения, точность работы с развернутыми высказываниями. В частности, ты упомянул возможность работы с, возможность обработки телефонных заявок. Вот, например, нужно комплексно обработать 150 входящих заявок, да, соответственно, есть аудиозаписи, мы можем задать промт чату GPT для того, чтобы он их расшифровал, правильно? Не совсем так. Если нужно, есть аудиозаписи, то есть различные модели, которые сфокусированы именно на расшифровке звонков. Одна самая популярная, но она в самом популярном мире, это вишпи. Фактически, ты отдаешь аудиозапись, и он делает транскрибацию этих звонков. И у нас вместо аудио получился текст. И дальше с этим текстом уже можно работать с любой лингвистической моделью, будь то это чат GPT, или там Яндекс GPT, или Клод, что угодно. Вот. Беспокоит точность определения тональности. Ну вот, нам нужно определить, почему аудитория у нас отваливается. Ну, именно задача, почему причины, почему аудитория отваливается вполне решаемая, ну, то есть на основании текста, то есть он может прямо сказать, какие триггеры и так далее. Но тут надо смотреть детали этих звонков, там, прямо сказать, что будет тысячопроцентная точность, я не могу. Ну и сказать, что будет низкая точность, я тоже не могу. Скорее всего, это будет на уровне человека, который бы это делал так же. Спасибо большое, было прям суперинтересно. Что так, да. Ну, супер, отлично. Я кинул в чат адрес телеграм-канала, где мы обсуждаем эту тему в интенсив. Ну что, друзья, спасибо большое, Рудор, спасибо тебе. Хорошего всем вечера, будем на связи. Спасибо большое, Рудор. До свидания, хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова